хорошо да сегодня тема у нас будет основная это наследование в солидите но начать наверное надо еще с того что одну вещь мы не обсудили ну я забыл про нее просто сказать в одном из прошлых стримов когда мы обсуждали функции в частности меня мы обсудили что такое функции с типом view но мы не обсуждали что такое функции pure я как я понял то есть чистые функции мне кажется про это тоже надо буквально пару слов сказать потому что они по-любому будут встречаться я напомню что мы можем писать функции писать какой них есть модификатор вот паблик праве там интернул и так далее но далее мы можем сказать например что функция имеет тип view и соответственно такая функция она может только читать какие-то данные при этом модифицировать она данные в общем не может то есть скажем если у нас есть некий уинт с каким-то значением и мы это значение вот так вот возвращаем то в общем то здесь так что им не нравится а ну да я забыл написать returns прошу прощения соответственно здесь мы видим что у нас просто мы читаем какие-то данные в переменный тест но по факту мы не как данные не модифицируем вот такая функция может иметь тип view что здесь явно прописано и вызов такой функции он в общем делается не через транзакцию а через обычный вызов то есть через call и особо там платить ничего за это дело не надо но помимо функции view есть еще функции pure которые записывают следующим образом и это так называемые чистые функции они на самом деле пришли из функциональной разработки если кто-то курс у нас на платформе проходил по функциональной разработке мы там это обсуждали что чистые функции они не имеют побочных эффектов они димпатентные то есть сколько бы мы сюда не передавали один аргумент сколько мы раз точнее пардон эту функцию не вызывали с одними и теми же аргументами результат всегда будет один и тот же то есть функция вы возвращает сюда предсказуемое значение с одними и тем же входными данными и у этой функции нет по ну на самом деле вот насчет message вопрос хороший я между прочим не проверял если по правде сказать но в частности в чистых функциях мы не можем читать какие-то внешние вот переменные то есть тот же тест но при этом мы здесь можем принимать какие-то аргументы то есть сюда может прийти аргумент с типом view and там какой-нибудь input мы с ним можем что-то сделать вернуть какое-то значение но при этом чистые функции не обращаются к данным в которой лежат в блокчейне в отличие от функции view и они никак не модифицируют эти самые внешние значения то есть чистые функции они вот такие вот как-то вещи в себе то есть они только что-то могут возвращать что-то такое но вот читать значение переменный тест например нельзя какие-то другие данные с блокчейна тоже читать нельзя что касается message вопрос может почему интересный давайте попробуем сказать console.log message value и посмотреть но в принципе нет он тут начинает сразу ругаться и видите то есть нельзя читать message тоже потому что он сразу пишет данная функция объявлена как чистая но данное выражение на 10 строке пытается считывать данные из вне вот поэтому если нам нужно считывать какие-то данные извне то тогда функцию нужно объявить все-таки как view вот это в принципе единственная разница между чистой функции функции и функции view никаких других особо различий здесь нет короче момент очень важный такие функции периодически тоже задействуются ну а давайте теперь перейдем наверное к наследованию значит соответственно в solidity мы можем создавать контракт которые наследуют друг другу то есть по по типу того что у нас происходит в объектно-ориентированном программирование ну то есть контракт это своего рода можно сказать классы хотя их как бы инстанцировать нельзя мы просто разворачиваем блокчейн и все но при этом у этих контрактов могут быть конструкторы как мы уже выяснили и теперь вот мы выясняем что контракты могут наследоваться то есть частности мы можем создать некий родительский контракт и затем здесь же либо в том же файле либо в отдельном файле мы можем создать другой контракт например child который будет ему наследовать для того чтобы это самое наследование прописать используется форма записи из и затем перечисляются список родителей на родитель может быть как один родителей может быть несколько что нам это наследование вообще дает дает она нам то что потомок получает те функции которые были объявлены в родители то есть например если здесь я создам какую-нибудь функцию май фанк предположим что она будет паблик даже можно сказать пьюр кстати сказать будет она возвращать какое-нибудь число и соответственно теперь эта функция коль скоро она есть в родители она будет еще и в потомки то есть здесь ей мне и объявлять не нужно мне нужно дублировать этот код вот так вот копипас сделать просто она там уже есть если этот контракт сохраню давайте попробуем его развернуть здесь списке выберем именно child не parent именно child нажимаем deploy здесь мы увидим что у child действительно доступна вот эта функция хотя напрямую она в этом контракте не объявлено ну и в принципе надо сказать что когда контракт child разворачивается то автоматически разворачивается и контракт parent то есть его дополнительно как бы до разворачивать не нужно достаточно выбрать вот этот один контракт и соответственно parent там тоже будет доступен теперь если жмякаю на эту кнопку я вижу что значит возвращается значение 42 таким вот образом собственно реализуется наследование следует сказать что наследование возможно множественное то есть в частности мы можем сделать так что один контракт наследует сразу нескольким другим контрактом например можем сказать что у нас есть родитель а теперь то же самое можем сказать parent родитель b и здесь можем вот так вот прописать в общем-то их список больше того можно даже делать какие-то сложные цепочки наследования то есть один контракт наследует другому потом тот наследует третьему и так далее давайте тоже попробуем сделать скажем child а можно написать то у нас будет родитель а теперь у нас будет child b скажем и здесь мы можем прописать следующую конструкцию parent а и child а так тоже можно делать но здесь на что следует обратить довольно важное внимание если мы выстраиваем вот такую сложную цепочку то вот здесь важен порядок того какие контракты мы прописываем сначала должен идти самый высокоуровневый контракт вот здесь вот соответственно parent а у нас самый высокоуровневый больше ничего не наследует соответственно должен идти вот на это первой позиции потом должны идти уже другие контракты child а там какие то еще потому что если их поменять местами на самом деле то есть вот сейчас я сохраняю меня в общем компилируется если я попробую поменять местами сейчас должна быть ошибка вот видите возникает ошибка страшная какая-то ошибка что ли значит лайнеризейшен of inheritance graph impossible то есть это как раз связано с тем что у нас на первой позиции оказывается контракт который не самый высокоуровневый у нас оказывается child a но он тоже от чего-то еще наследует поэтому solidity не может нормально вот эту цепочку наследования построить поэтому такая ошибка возникает поэтому здесь очень очень важно так на первой позиции писать самый-самый высокоуровневый контракт который у нас только есть ну и в принципе здесь в этом списке общем-то родители может быть сколько угодно в этом случае вот этот вот контракт child b получит все функции которые были объявлены во всех во всех родителях то есть здесь скажем my fun child и мы можем написать соответственно но теперь в child b у нас будет доступна и эта функция и эта функция тоже это легко проверить если заново переразвернуть child b ну и вот мы видим что две эти кнопки здесь тоже доступны другой немаловажный момент связан с тем что функции есть вот эта область видимости сейчас мы их пометили как паблик поэтому в общем то есть функции без проблем наследуются но есть и другие области видимости как мы уже знаем в частности функции можно также помечать как private и как internal разница здесь в том что если функция помечена как private то она в общем то в потомке будет недоступна вовсе она будет доступна только в самом контракте но не в потомках поэтому сейчас если я скажу например вот так private в этом случае my fung не будет доступна в потомках и вызвать ее оттуда будет нельзя проверить это опять же очень просто мы можем сказать некая демо функция и если мы здесь напишем вот так my fung то есть попытаемся вызвать вот эту родительскую функцию сохранить то на этой строке возникает ошибка что он не знает что это за идентификатор он не знает такого имени ровно потому что эта функция недоступна также есть модификатор internal internal обозначает то что функцию можно будет вызывать как в контракте так и во всех наследуемых контрактах но не извне напрямую давайте пометим эту функцию как internal сохраняем теперь этот файлик в общем то компилируется здесь ошибок нет он правда единственное здесь предлагает пометить эту функцию как пьюр давайте это сделаем вот все теперь все работает никаких ошибок то есть my fung здесь доступно потому что она имеет тип internal теперь переразвернем этот контракт child be очередной раз посмотрим что у нас тут есть за кнопочки но мы видим что вот наша функция dm из child be она здесь доступна но при этом мы видим теперь что кнопочка для my fung которая помечена как internal этой кнопочки здесь больше списке нет почему потому что напрямую извне и вызывать больше нельзя потому что она помечена как internal если бы мы пометили ее как public тогда да тогда можно было ее вызывать бы извне путем нажатия этих кнопочек или там путем просто отправки транзакция это все можно было бы делать но как только мы говорим что это internal ее можно вызывать только изнутри контрактов но не извне так но при этом здесь она доступна поэтому если я нажимаю демо то в общем никаких ошибок не возникает все как бы окей вот в чем разница теперь мы понимаем да между private и internal да между вот этими замечательными областями видимости теперь еще наверное пару слов стоит сказать о том как можно вызывать еще функции которые объявлены на родители например если я хочу быть более так сказать если я хочу более подробно описать где вот эта функция хранится в каком контракте какая функция из какого контракта меня эта функция интересует я в принципе могу взять имя контракта parent a и вот так вот это дело написать через точку то есть можно брать обращаться вот таким образом относительно контракта вызвать конкретную функцию которая там лежит и такой вызов в общем-то он тоже сработает это удобно в тех случаях если функция с одним и тем же именем объявлена в разных родительских контрактах то есть частности скажем еще вот если сюда и эту функцию тоже вставлю и она будет возвращать какое-то другое значение то в этом случае мне потребуется явно указать то есть о какой функции я говорю об этой вот здесь или об этой его здесь то что имена то них одни и те же так ведь получается в данном случае я прописываю четко имя контракта здесь кстати тоже можно сказать return тут тоже можно сказать return чтобы тоже у нас число возвращалась ну и в этом случае коль скоро я говорю что в вернуть на значение из парк рнт и майфанка и должно вернуться значение 42 они 100 проверим сохраним этот контракт так стоп ну да конечно сейчас это еще давайте по к этому потом вернемся потому что еще одну важную вещь не сказал тут мы переопределение функции просто делаем вот ну короче говоря можете пока мне поверить на слово чтобы вернется именно значение 42 другой вариант с помощью которого можно вызвать функцию из родительского контракта это на использовать такую форму записи как super super это слово которое используется во многих языках программирования то есть в частности например его можно встретить в руби на таком языке и в ряде других это обозначает что нужно полезть выше по иерархии найти родительский контракт и дальше на нем вызвать функцию майфанк соответственно мы лезем вверх видим а вот она эта функция значит нужно ее вызвать это в общем то тоже допустимо давайте переразвернем контракт и проверим что у нас здесь произойдет и мы видим что возвращается число 42 то есть соответственно при запуске дэма мы лезем сюда потом лезем выше по иерархии вызываем функцию возвращаем 42 то есть здесь все в общем то более менее понятно ну и далее собственно вот с чем была связана та ошибка которую про которую я упомянул минуту назад связана она была с тем что на самом деле в дочерних контрактах мы можем переопределять существующие функции из родителей но для этого нужно сделать пару важных вещей в частности предположим что вот эту функцию майфанк я хотел бы сделать переопределяемой в потомках для этого мне все что нужно сделать это вот здесь прописать еще один новый модификатор который мы еще не видели он называется virtual такая вот будем говорить виртуальная функция но обозначает это слово virtual лишь то что данную функцию можно переопределять в потомках теперь для того чтобы переопределить эту функцию скажем здесь потомки child и я могу вот эту всю конструкцию скопировать и вместо того чтобы здесь теперь писать и вирчуал я могу сказать override и в этом случае собственно я тоже самое имя функции использую но переопределяю тело функции и заставляю эту функцию делают что-то иное на дань несмотря на то что здесь от как бы функция уже присутствует и больше того на самом деле я могу сделать несколько более сложную вещь и скажем считать значение из родительской функции на основе этого значения что-то сделать другое в частности я могу сказать что you and result потом я могу сказать super то есть лезть вверх по иерархии сказать мой фанк получить вот это выдаваемое значение 42 сохранить переменную результат а потом я могу сказать что новое значение будет результат скажем умноженный на 2 так тоже делает допустимо то есть я могу использовать результаты какие-то там прервочисления из родительской функции в потомки каким-то образом отдел задействовать потом еще эти этот результат как-то модифицировать и выдавать результат финальный так теперь давайте проверим если мы сделали все правильно то тогда должно быть сейчас 84 до у нас получится я так думаю если к еще нигде ничего не напортачил так надо единственная проблема в том что здесь у нас интернет и этой кнопки сейчас доступно не будет давайте сделаем обратно паблик потому что интернет у нас как бы этой кнопки сейчас будет не видно эту штуку давайте пока вообще вовсе закомментируем чтобы она нам не мешалась удалим контракт так теперь у нас child и разворачиваем ну и вот мы теперь видим что значение 84 то есть именно вот это вот умножение но тоже прошло таким образом можно переопределять вот эти замечательные функции в потомках и на самом деле больше того можно и дальше по ниже по иерархии вот эту функцию опять переопределить давайте раз комментируем нашего следующего потомка скопируем вот эту вот вещь функцию my fung я ее тоже хочу здесь переопределить уже на основе того что есть вот здесь но тогда в этом случае что нужно сделать нужно вот эту функцию пометить сказать что ее ниже по иерархии тоже можно переопределять иными словами нужно сказать не просто уверает а еще и virtual так тоже делать можно в этом случае принципе могу тоже взять этот результат это же его выдать правда что-то он меня ругается а ну да правильно здесь надо сказать конкретное чего я переопределяю то есть ведь он ошибка связана с тем что так как эта функция объявлена в двух контрактах общем-то сразу мне нужно написать из каких контрактов эта функция берется поэтому здесь придется к сожалению вот так в скобках писать именно этих контрактов то есть объяснять откуда эта функция должна быть взятых там и так далее то есть вот так вот список списочек такой причем здесь насколько мне известно последовательность контрактов в общем-то не важно то есть если вот здесь очень важно на первой позиции указывать самый верхний контракт до самый контракт который в общем-то является таким более генерализированным так скажем то в данном случае когда мы пишем override здесь последовательность в общем-то она не сильно важна просто я говорю что я хочу переопределить функцию вот из этих двух контрактов сразу теперь вот я сохранил эта ошибка ушла переразвернем контракт child b нажмем deploy вот она у нас my fung и мы видим что здесь теперь получается значение 168 то есть он еще раз на 2 увеличивает иными словами у нас получается теперь цепочку уже из грубо говоря трех шагов то есть сначала здесь мы лезем в my fung выше по иерархии самый ближайший родитель для нас будет chilei почему он быть самый ближайший потому что вот здесь мы смотрим порядок от этих контрактов соответственно этот порядок данном случае нужно читать задом наперед соответственно то что стоит по правую сторону это самый ближайший для нас родитель то что стоит здесь по левую сторону это более дальний родитель поэтому когда мы говорим super то на самом деле давайте запишу в данном случае с юпер для этого контракта child b это будет child a поэтому мы лезем в child a и смотрим, что у нас здесь происходит. Здесь у нас берется некий результат. Причем опять и с юпер поэтому мы снова смотрим, что у нас за с юпер в этот раз здесь контракт всего лишь один parent a поэтому мы лезем сюда, берем 42 возвращаем сюда 42 тут получается 84 возвращаем сюда 84 опять умножаем на 2 получается 168 таким образом можно цепочки наследования делать достаточно сложными, но перебарщивать я бы сильно не советовал потому что потом это дебажить все просто будет сложнее но так или иначе это тоже допустимо. То есть вот именно для целей того, чтобы правильная работа была с этим ключевым словом с юпер, здесь очень важно прописывать контракты в правильном порядке чтобы здесь он, чтобы солидите знал в какой контракт лезть сначала кто является самым ближайшим родителем кто является родителем там выше и так далее вот тоже очень-очень немаловажный момент но из всего этого надо вынести то, что virtual обозначает, что данную функцию можно переопределить а override обозначает, что в данный момент мы занимаемся именно переопределением функции вот собственно и все это очень удобно в тех случаях если, например, мы используем смарт-контракты, скажем, из того же Open Zeppelin на основе них делаем что-то свое там зачастую вот как раз используется наследование мы можем взять уже существующие функции из Open Zeppelin и их переопределить так как мы, в общем-то, считаем нужным в рамках курса тоже про это обязательно будет ну и последний момент, который связан с конструкторами потому что мы знаем, что безусловно для контракта можно прописывать конструкторы конструкторы это та функция, которая автоматически выполняется при развертывании смарт-контрактов блокчейн потом уже второй раз ее выполнить нельзя она выполняется только однократно ну и в данном конструкторе мы можем делать, в принципе, что угодно можем присваивать какие-то значения мы можем события какие-то порождать дебагинговую информацию выводить там и так далее ну и в частности, например, мы можем сказать, что там в какое-то входное значение здесь получаем базовое входное значение и здесь мы можем создать переменную value вот таким образом присвоить этому value базовое значение которое мы получаем при инстанцировании, при разворачивании этого контракта давайте пока просто это дело закомментируем будем здесь двигаться постепенно в частности, проверим, что это значение вообще говоря, сохраняется так, вроде ошибок никаких нету опять это все дело удаляем и теперь нам нужно развернуть контракт parent и здесь мы видим, что рядом с кнопочкой deploy у нас есть, собственно, то поле которое задает значение input то есть именно при развертывании мы можем сразу указать, что вот input то есть вот этой переменной нужно передать какое-то значение скажем 100 теперь, если я это дело разверну вот я увижу, что у меня этот контракт действительно с данным значением развернулся безо всяких проблем если, кстати говоря, сделать эту переменную public теперь мы ее сможем считывать давайте тоже проверим еще раз развернем со значением 100 вот мы теперь значение это можем считывать и видим, что действительно здесь выдается именно 100 но возникает тогда вопрос а как с этими конструкторами работать в случае, если у нас есть цепочка наследования в частности, давайте удалим вот все лишнее отсюда из этого контракта и его раскомментируем теперь, соответственно, вот мы наследуем от этого parent a но как мне объяснить, что в parent a в этот конструктор нужно какое-то значение передать на самом деле делается это достаточно просто достаточно вот так в круглых скобках для parent a передать какое-то значение и это значение будет автоматически вот сюда вот в input присвоено если здесь аргументов несколько то эти аргументы можно перечислять там просто вот так через запятую, как обычно это вот первый вариант того, как это все можно, в общем-то, сделать сохраняем опять же попробуем развернуть child a и, кстати, сразу мы обращаем внимание на то что child a, потомок наследует не только функции но и, в общем-то, вот эти переменные тоже именно поэтому на child a я могу сочетать значения value потому что вот этот value, вот эта переменная она здесь тоже наследуется она здесь тоже видна и теперь, если я нажму сюда я увижу, что здесь опять получается 42 что подтверждает, в общем-то, тот тезис что данное значение передается автоматически в конструктор таким образом мы можем его очень легко указывать то же самое абсолютно можно было бы сделать для child b то есть, если, скажем, у данного товарища тоже есть свой конструктор то мы могли бы, наверное, попробовать сюда тоже что-то передать но здесь, правда, сейчас, по-моему, возникнет ошибка которую, как бы, до сих пор не то что не поправили ее, по-моему, даже править и не собираются давайте, правда, проверим но я, в принципе, сегодня на гитхабе читал там небольшое обсуждение они, по-моему, ее править не собираются давайте здесь, скажем, что у нас будет переменная не value, а, скажем, child value и предположим, что вот этот child value я тоже хочу сохранить но, к сожалению, в данном случае он сейчас, я думаю, будет ругаться то есть, вот так, к сожалению, у нас сейчас сделать не по... да, видите, он ругается вот это вот типичная такая ошибка base constructor arguments given twice на гитхабе можно почитать обсуждение мне кажется, сейчас я даже base argument given twice обсуждение у них в репозитарии это ровно такая же ошибка, как у нас сейчас получается они тут что-то обсуждают, обсуждают но в итоге, что они решили это дело закрыть и теперь считается, что, как бы, эта ошибка вызывается правильно иными словами, если контракт наследуется от двух других контрактов причем здесь имеется такое вот сложное наследование то, к сожалению, на вот этом третьем контракте не получится вот так прописывать аргументы для конструкторов то есть, здесь придется изобретать что-то другое как это не печально с этим, то есть, какого особого workaround здесь, как говорится, нету это вот просто это так работает вот, и еще один момент, который я хотел бы указать что, ну, в общем, не всегда нам будет сразу понятно какое значение нужно передавать родителю иногда это значение должно быть динамическим так, Кирилл, там посмотри, чтобы у всех были микрофоны отключены а то я какие-то призвуки у себя начал слышать если тебе это не затруднит, спасибо так вот, не всегда понятно, какое значение здесь указывать и иногда это значение должно быть динамическим поэтому вот такая форма записи с круглыми скобками здесь эта форма записи не единственная возможно писать иначе и сказать parent a прямо вот тут и передать сюда какое-то значение например, вот прямо это значение вот этого input то есть, вот так динамически его можно тоже указывать прямо у конструктора в этом случае то, что было указано вот здесь мы то же самое передаем в parent a и вот здесь это дело задействуем если child a наследует сразу нескольким родителям вот так вот, скажем, parent b то тогда их здесь тоже можно вот так перечислять без особенных проблем, без запятой вот так вот, безо всякой запятой это тоже должно сработать причем, естественно, здесь могут быть разные аргументы то есть, скажем, если мы здесь принимаем два input то второй input можем, скажем, передавать второму родителю, например это тоже допустимо давайте проверим, удалим лишнее посмотрим, что у нас это тоже работает скажем, вот здесь выведем в консоль hard hat значение value так, что-то я, а, ну да, parent b не удалил прошу прощения его у нас просто нету ага, так, давайте попробуем child a deploy ой, пардон какой deploy надо сначала ввести сюда какое-нибудь значение безусловно, то есть, чтобы вот это значение input задать да, поэтому здесь, скажем, 42 и, соответственно, если мы посмотрим в консольку hard hat то мы увидим, что вот console.log 42 говорящий о том, что конструктор действительно сработал и что конструктор принял то значение, которое ему передал потомок то есть, иными словами, до какого-то предела потомки могут даже контролировать то, что происходит, да, в родителях то есть, не собака виляет хвостом, а хвост виляет собакой то же самое здесь я могу считать тоже получить значение 42 то есть, вот, if value, if child value значение одно и то же, потому что мы присваиваем собственно, одно и то же значение а вот, что касается конструкторов здесь, наверное, больше добавить особо нечего ну, и последний момент, который я хотел упомянуть что, если контракты довольно сложные становятся то их, безусловно, можно выносить в отдельные файлы solidity ну, например, мы можем взять вот этого родителя и его, что-то не копируется господи, что-то здесь с выделением они в этом ремиксе нам сломали вот, сегодня установил новую версию а тут выделение как-то странно работает так вот, создадим parent.sol, например сюда мы это можем вставить надеюсь, hardhead не подключается и теперь этот файлик я, в общем-то, могу импортировать без особенных проблем с помощью инструкции import эта инструкция работает примерно так же как и в модулях javascript или typescript я думаю, в курсе это тоже все должно быть и теперь мы можем сказать parent.sol вот так его подключить и теперь этот контракт у нас здесь будет доступен то есть вот я сохраняю, все это дело, в общем-то, компилируется опять же без проблем точно так же я могу опять же наш с вами child.a скажем, развернуть с значением 44 и вот у нас все еще продолжает это дело работать в принципе, насколько мне известно даже если контракты разнесены по разным файлам то в блокчейне это все как бы собирается воедино и разворачивается прямо вместе то есть это все дело склеивается вместе поэтому мы можем на один контракт выделять один файл в принципе, наверное, так лучше и делать чтобы просто не слишком переусложнять программный код если все контракты просто будут жить в одном файле то потом разобраться во всем этом может быть довольно проблематично поэтому инструкцию import тоже советую взять на вооружение ну, если кто не знает, вот такая форма записи .slash обозначает, что нужно из текущей директории просто считать содержимое файлик parent.soul если parent.soul, скажем, живет на уровне выше то мы могли бы сказать, что не в таком духе как-то так, да, например ну, вот, в общем-то, наверное, и все, что я хотел здесь рассказать Кирилл, если есть что добавить, то пожалуйста в принципе, да, с одной стороны, это, конечно, тема, наверное, другой лекции но, в принципе, да, действительно, наследование используется то есть, например, вот есть, если мы делаем, скажем, по стандарту ERC-20 из OpenZepin мы можем взять существующий контракт то есть вот таким образом он, в принципе, объявлен мы можем относительно него уже что-то наследовать в принципе, есть даже специальный мастер, который позволяет генерировать собственные контракты на основе OpenZepin кажется, сейчас я, правда, не могу вспомнить а, вот, контракт Wizard, собственно, он называется на сайте OpenZepin и здесь, скажем, мы можем сразу сказать что вот у нас должно быть Mintable то есть, что мы можем новые токены порождать и так далее и здесь справа сразу вот он действительно генерирует код и вот он предлагает нам сделать собственный контракт который будет наследовать от двух других контрактов которые уже есть в OpenZepin и вот здесь сразу, кстати, вот эти инструкции импорт, тоже мы видим, да, что используется то есть из OpenZepin это все подключается и вот здесь тоже фигурирует именно наследование здесь мы, кстати сказать, сразу видим конструкторы вот эту форму записи, которую я вам показывал сегодня да, что мы родителю передаем какие-то предопределенные значения вот это вот как раз ровно то, что я объяснил здесь вот собственную функцию Mint мы прописываем там и так далее то есть действительно, да, наследование используется достаточно часто особенно если мы задействуем какие-то сторонние решения и уже их как-то там модифицируем опять же, в курсе про это тоже обязательно будет вот, ну тогда давайте перейдем, может быть, к вопросам пожеланиям и комментариям да, это, кстати, между прочим, хорошее замечание потому что, да, для того, чтобы нормально все дело импортировать мы желательно создать отдельный проект HardHead я думаю, рано или поздно мы до этой темы тоже дойдем и действительно через NPM это все ставится то есть вот если посмотреть всю эту мою директорию что тут есть, в частности, здесь есть файлик package.json который настраивает этот проект NPM и вот здесь у меня в качестве зависимости как раз и указано OpenZeppelin таким образом и дальше, например, вот в этом контракте я здесь подключаю уже то, что мне нужно как раз вот здесь именно позволяет продавать он токены это проект из курса поэтому делается это следующим образом ну, про HardHead уже давайте в следующий раз это тоже такая большая достаточно тема нет, это не должно пройти если я правильно поднял вопрос давайте попробуем, безусловно но это, скорее всего, не должно сработать просто потому что это было бы как бы странно то есть, скажем, если мы здесь делаем функцию паблик а в другом захотим ее сделать private но он такую конструкцию, конечно, нам сейчас сделать не разрешит потому что даже давайте не так а просто вот здесь у меня куча импортов так, parent A ну, скажем, да, вот здесь у нас будет паблик а здесь если... а здесь у нас будет private ну, это, конечно, немного странно вот, это немного странно хотя вопрос интересный вообще нет ну, здесь, конечно, ошибка сразу при компиляции так, стоп ага ошибка, да не та а, ну вот, видите, да, что даже если я сейчас здесь не пишу override там я должен написать, правда, virtual еще что-то я все удалил уже не надо, конечно, это было удалять так, virtual, чего ему тут не нравится а, ну да скажем, internal скажем, public вот, он все равно ругается как раз именно потому что область видимости разная то есть область видимости должна быть одна и та же что касается списка аргументов кстати сказать, тоже может возникнуть вопрос если количество аргументов разное я думаю, что это тоже сейчас не пройдет, скорее всего ну, или во всяком случае, даже если это и пройдет я бы так делать не советовал количество аргументов желательно, чтобы было одно и то же и в родительской функции, и в дочерней просто потому что иначе у нас нарушаются принципы solid которые в разработке, да, используются ну, и тем более так, стоп, это у нас что, internal здесь тоже, да, internal internal а, нет, кстати, это можно похоже делать то есть может быть разное количество аргументов но я бы не рекомендовал так делать если в родительской функции один аргумент то пусть и в дочерней лучше тоже будет один аргумент просто для некого такого единообразия либо, если это невозможно, лучше тогда уже создать какую-то отдельную функцию которая вызывает родительскую так что, ну, надеюсь на вопрос я ответил, во всяком случае я не пробовал, но не исключено, что тоже нельзя на самом деле не исключено, что тоже нельзя но правда здесь единственный момент мы еще про модификаторы кастомные вообще на стримах не говорили и поэтому, наверное, сегодня это делать и не стоит потому что придется объяснять, что это такое ну, сейчас я посмотрю может быть у меня здесь сейчас, сейчас, минуточку у меня просто, возможно, уже есть подготовленный кусочек кода а возможно и а возможно и нету сейчас у меня здесь столько всего а вот ну, давайте попробуем почему нет пока время есть сейчас я все лишнее только опять же закрою так, здесь тогда под ключем Ownable это смарт-контракт из Open Zeppelin который как раз добавляет функционал позволяющий сделать позволяющий только владельцу выполнять какие-то действия в частности, например, себе на кошелек выводить деньги чтобы себе там не любой желающий деньги забирал а только тот человек, который контрактом владеет соответственно, если я здесь попробую модификатор OnlyOwner добавить он, наверное, должен быть доступен сейчас, минуточку OnlyOwner что-то он ругается на меня а, да прошу прощения тут тоже у нас да-да-да-да-да-да естественно, тоже должно быть наследование потому что, если мы не говорим из Ownable то он тогда в рамках этого контракта функции из Open Zeppelin, естественно, не видит вот а если я тут не укажу этот модификатор а, ну, она как бы ничего не переопределяет ну, давай, пусть он возвращает 42 да, скажем, опять же вот этот вот лишний аргумент я отсюда удалю пусть он возвращает эту вещь и предположим, что мы здесь из Ownable указывать не будем то есть да, ну, здесь он, естественно, еще, конечно, теперь начинает на это ругаться одни и те же типы здесь, видите, да тоже он хочет, чтобы мы возвращали ну, здесь пусть будет Return 30 неважно так, сохранили то есть, в принципе, это как бы допустимо вот, то есть он не выдает сейчас ошибок насчет того, что, дескать, здесь у нас есть свой модификатор и здесь у нас его нет это возможно но, опять же, это немного странно, на мой взгляд но это возможно но вот при этом, опять же, возвращаясь к той ошибке, которую мы сейчас видели функции должны, судя по всему, возвращать значения одних и тех же типов то есть, например, если мы пытаемся вернуть здесь тестовую строку то это не должно пройти, на самом деле вот он сразу начинает ругаться, что, дескать, на родители функция возвращает integer а здесь мы уже что-то возвращаем стринг это неправильно, поэтому я компилироваться не хочу поэтому типы возвращаемых значений должны совпадать но кастомные модификаторы могут, в общем-то, при желании различаться но просто с этим тоже надо быть поаккуратнее потому что, опять же, потом это может быть сложно дебажить но вопрос хороший вообще как вино? Папор Продолжение следует...